Здравствуйте друзья. В последнее время, все больше датчиков относящихся к экосистеме умного дома Xiaomi, начинают оснащаться интерфейсом Bluetooth 5.0 BLE. И в этом конечно есть какой-то смысл. Ведь например в отличие от Zigbee датчиков, которые привязаны к одному Zigbee шлюзу, BLE датчики видны сразу всеми Bluetooth шлюзами системы. А их сейчас куда только не встраивают, в светильники, в будильники, в розетки, в мониторы качества воздуха, увлажнители, очистители, да куда угодно. Кроме этого энергопотребление BLE датчиков уже вполне сопоставимо с энергопотреблением Zigbee. А героем сегодняшнего обзора будет как раз такой Bluetooth датчик. Это датчик открытия и света Xiaomi версия 2. Параметры. Тип датчика, геркон и магнит. Интерфейс Bluetooth 5.1 BLE. Питание элемент CR2032. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 градусов Цельсия. Размер 34 на 32,7 на 14,5 мм. Поставляется датчик в экосистемной белой коробочке со своим изображением на фронтальной части. Но в отличие от прошлых моделей в дизайне нового датчика уже появились цвета. Датчик надежно закреплен в центре коробки в картонном держателе, что защищает его от превратности и дальней пересылки. Датчик состоит из двух частей. Большой, в которой находится геркон, сенсор света, электроника и элемент питания. И маленькая, это магнит, который при приближении замыкает геркон. Есть еще запасной комплект двустороннего скотча. На фронтальной части находится маленькое окошко, через него видно индикатор светодиода и по всей видимости его же использует сенсор света. Сбоку находится кнопка синхронизации. На задней части датчик, обеих его частей, уже наклеен двусторонний скотч. Это кроме того, что дополнительно идет в комплекте. Он нужен для установки датчика на дверь или окно. Задняя крышка датчика снимается, под ней находится элемент питания. При пересылке батарейка, а тут используется CR2032, защищена от разряда специальной вкладкой, которую следует достать перед использованием. В качестве сравнения, коробка героя обзора и первой версии датчика открытия Xiaomi с интерфейсом ZigBee. Размер коробок практически идентичен, но за счет применения цветов, пусть даже только в логотипах, новинка выглядит нарядней. Размер самих датчиков тоже сопоставим. Основной модуль новинки шире, но чуть короче, а магнит наоборот, уже и длиннее. Так как это датчик Bluetooth, первое подключение идет непосредственно к телефону, поэтому датчик нужно располагать поближе. После того, как будет удален предохранитель батареи, датчик включится и обнаружится в списке доступных устройств. Выбираем его и подтверждаем соединение, нажав на 3 секунды на боковую кнопку. Далее идут стандартные шаги, выбор локации, установка названия для устройства и возможность поделиться с другими пользователями. После этого, данные о датчике будут переданы в облако, после чего все BLE шлюзы системы смогут получать от него данные. Рассмотрим главное окно плагина датчика. Сверху, сразу под его названием, указывается тип текущего подключения, либо прямой из телефона, либо через Bluetooth шлюз. Благодаря шлюзам, датчик доступен из любой точки мира и может участвовать в автоматизации. В центральной части статуса сенсоров. Сверху сенсор света. Он может иметь только два состояния, ярко и тускло, никаких люменов. И самым крупным шрифтом статус датчика открытия. Включено, значит магнит не воздействует на геркон. Выключено, значит магнит рядом. И не закрыто. Это состояние включено в течение заданного в параметре тайм-аут времени, о нем чуть дальше. А в окошке датчика в общем режиме просмотра всех устройств, отображается только состояние геркона, датчик света не показывается. Меню настроек. Первый чекбокс управляет датчиком света, его при желании можно отключить. Следующая опция тайм-аут от 10 секунд до 5 минут. Это и есть тот промежуток времени, по истечении которого статус включенного, то есть открытого датчика изменится на статус не закрыто. Еще тут есть возможность обновить прошивку устройства, но мне приехала уже с актуальной версией. А в меню информации виден статус батареи, уровень сигнала к датчику, тип батарейки и MAC адрес. В автоматизациях датчик может служить только триггером, что естественно. Всего есть 5 вариантов статусов. На момент выхода обзора они все были на китайском, даже если переключить Mi Home на английский язык. Два первых статуса относятся к сенсору света, а три оставшиеся к сенсору открытия. Таким образом, статусы открыто и не закрыто могут быть триггерами для разных действий. В логе датчика сохраняется история изменений статуса и датчика открытия и датчика света. А в общем журнале приложения хранятся статусы, когда дверь или окно было открыто на время больше, чем указано в параметре тайм-аут. Как я и сказал, bluetooth в шлюзы являются составляющими многих устройств. При необходимости можно даже докупить его отдельно, но это не очень рационально, потому что есть, например умные розетки с такой функцией. Для меня наиболее важным было то, чтобы датчик был виден шлюзом Xiaomi 3 версии, который имеет на борту и Wi-Fi и Bluetooth Mesh и ZigBee 3. А все потому, что благодаря замечательной интеграции Xiaomi GTV3 от Alex IT, все подключенные к нему устройства и Bluetooth и ZigBee автоматически прописываются в Home Assistant. Кто не видел моего урока на эту тему, ссылка в описании. Устройство состоит из трех сущностей. Сенсор уровня заряда батареи, сенсор открытия и света. Тут нет таймаута, но его очень легко реализовать при помощи автоматизации, причем гораздо гибче чем в штатном приложении Mi Home. При этом именно сенсор, только уровень заряда, то есть он может принимать любые значения, в данном случае от 0 до 100. А вот открытие и свет, это бинарные сенсоры. У них только по два состояния, открыто и закрыто, и светло и темно. Что касается применения этого датчика. Ну кроме самого обычного, знать открыто или закрыто окно или дверь, удобство этого устройства состоит как раз в том, что можно использовать тандем из двух сенсоров. Например делать автоматизации, которые будут различаться, например дверь закрытой в помещении горит свет и дверь закрытой в помещении света нет. Что позволит делать автоматизации гораздо более гибкими. На этом все, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома, можно увидеть в моем телеграм канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok